В любом случае, такой образ жизни по-любому, как сказать, лучшего семейного. А что, ты хочешь видео что-то снимать? Нет, нет, так, фоточку просто снимать. Ну давай всех нас кинем. Нет, только вас, только вас. Его родственников, да, его родственников. Семью, чету. Да. Это не так все. Мы не как раз отговариваем. А, понятно. Нас просто вову подробно. Брат его, брат. Задумал. Пишел в ум, чтобы сфотографировать вас с братом. Вы слышите? А на Кавказ куда? На Новопавловск. Новопавловск. От Пятигорска. От Пятигорска, да? От Пятигорска, от 60. А, ну в Пятигорск не побывал. Вот. Так, сейчас я братья и сестры как раз видео включил. И как раз хочу тоже, да, пользуясь случаем, можно передать привет. У меня там нет. Всем. Да, да, да. Ха-ха-ха. Да, да, да. Ха-ха-ха. Хотя бы на мгновение. Хотя бы. Да, 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 да. Вова Мединич. Ха-ха-ха. Хорошо. Вот, значит, и как раз запись поставлю, чтобы, значит, и наши посмотрели в церкви. Потому что сегодня тоже там зажигаем свечи, значит, уже вечером, а завтра, вот, собственно, сам день, этот поминальный, поминальный, значит, как поминальный день. Жертв Холокоста и памяти героизма еврейского народа. Вот так называется. Потому что сейчас вечер, да, значит, и начало 27 число начинается у нас сегодня, да, вот, значит, вечером. 27-й Ниссана. Ниссан заканчивается уже этот месяц пасхи, пасхальный. И так получилось, что, значит, что, вот, после уже Второй мировой войны, после завершения войны этой ужасной, так вот, да, после самой темной тьмы наступил рассвет такой, да, значит, и Израиль был возрожден, вот, чудесно, вообще сверхъестественно, вот, как государство. И вопрос тут же поставили, значит, что надо как-то сделать какой-то день, вот, именно памяти вот этих жертв Холокоста. Ну, вообще, в Израиле обычно Холокост не произносят, это не очень, как бы, так, корректно считается. Вообще, правильно говорить Шоа, значит, это, наиллите, трагедия, значит, трагедия. Катастрофа. Катастрофа, да. Вот, значит, и день памяти вот этой катастрофы, трагедии. Вот, значит, и в 51-м году было принято решение, вот, именно 27-й Ниссана, вот, отмечать ежегодно вот эту дату. Вот, ну, это было связано с, вот, знаменитым восстанием Варшавского гета, которое, ну, связано было как раз с Песохом, Пасхой, вот, значит, ну, вот 27-го Ниссана было решено проводить ежегодно вот это вот мероприятие. И вот, как раз по поводу вот этих поминальных всяких мероприятий, дней, хочу тоже сегодня рассказать кое-что. Так вот, значит, 6 свечей, вот, такая традиция зажигать в этот день в памяти о 6-ти миллионах евреев. Да, 6 свечей поминальных евреев, поминальных свечей, вот, в честь погибших евреев, 6-ти миллионов, да, этого холоквоста. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер, да, добрый вечер. А, да, там идет запись, я извиняюсь. Там камера сюда, спасибо. Можно, да, как-то, да, о, спасибо. Здравствуйте. Подходи туда. Да, а можно здесь, допустим, здесь еще? Угу. А, братья, можете погладить? Сюда. Вот. Ну, все, остались, и вот камера. Да, да, да. И есть, есть разные традиции, вот, поминальные разные традиции, да, вот, но вообще, к сожалению, когда вот мы говорим там о поминаниях, воспоминаниях умерших, да, то в этом есть, как бы, ну, и свои плюсы, свои минусы, вообще. Вот. Господь да поможет нам сегодня, да благословит нас. Знаете, порой много, ну, и оккультных всяких традиций, чего греха таить, да, вот, именно вот, что касается поминок, там, похорон, поминок, вот, но мы все с этим соприкасаемся, вот, по жизни. Вот, но вспомнить об умерших, наших умерших, знакомых, родственниках, друзьям, это хорошо, это, ну, правильно, вот, но когда к этому уже какие-то такие оккультные вещи, допустим, подключая сюда, вот это уже грех уже, да. Вот, но, вот, как раз в день вот этого поминания можно вспомнить и об этих традициях тоже, и о хороших, и о плохих традициях разных. Вот, вот, вообще, вот, даже в Писании, там, говорится к евреям, да, послание, что вспоминайте наставников ваших, да, которые проповедовали вам Слово Божье, да, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. То есть, о святых этих людях, да, героях веры, там, помнить, ну, достойно и праведно, на самом деле, значит, и именно в таком, чтобы размышлять об их смерти, вспоминать, вот, дни их смерти, значит, да, но зачем? Чтобы подражать их вере, подражать вере их. Вот, вот, а, ну, есть традиции, какие традиции, поминальные, или вообще? Я, значит... Это вопрос, это? Ну, да, да, как-то. Ну, поминальные традиции есть, ну, садится, наверное, за какой-то стол, не так, как он называется, праздничный, не праздничный, ну, и что-то откладывают, да, поминальные столы. То есть, что-то откладываете, какую-то еду, да, для... Ага, умершего. Умершего, да, умершего. Ну, я такое бы... Почти эти минуты молчания. А, минуты молчания, ну, да. Да, но есть, есть такие традиции, а есть, допустим, очень, ну, такие, даже опасные такие традиции, вот, и, к сожалению, популярные, вот, в христианстве тоже популярные, ну, языки, язычество взятое. Допустим, вот, гротки, Красная Горка, называемая, Радуница, вот, когда на могилы люди, допустим, приносят продукты питания, накрывают там, как бы, как в ресторане. Столы, наверное. Да, значит, да. И потом это все, на могилу там льют водку, значит, там, ложат там яйца, куличи, значит, там, не знаю, что, ну, мясо, все, что есть там у них. Вот, и уже получается, уже возлияние там алкоголя, значит, на могилу, значит, и продукты питания, то уже, как бы, приношение уже такое, ну, как бы, языческое, языческое, то уже, как бы, ну, не для нас, конечно, такое. Я с этим сталкивался постоянно, когда был традиционным священником православным. То есть, исковерняется ей, да, как бы, это, как бы, это приношение беса туда получается? Получается, как идоложертвенное уже такое, да, приношение беса уже получается, да. И люди, сами этого не понимая, попадаются в такие вот, в такую западню врага. Вот. И также вот представление о вымаливании умершего, допустим, вот в Писании, кстати, там не оставляется, ну, вообще нет такого понимания, что вот можно живым, допустим, повлиять на судьбу умершего человека, сделать ему хуже или лучше. Нигде нету никаких намерков, да? Никаких намерков. А вот это место, что, для чего крестятся, для мертвых? А крестящиеся для мертвых, да. Вот, кстати, вот этот момент, единственный момент, который, кстати, в христианстве, вот только, я знаю, что у мормонов он используется, вот буквально. Вот, я общался тоже с мормонами, и мой средний сын ходил как раз в собрание к ним довольно много, ну, там, посещал, общался, вот так плотно. Значит, и у них есть такая традиция, на самом деле, я был у них, кстати, в этом Salt Lake City, в Юте, вот, там, значит, штат мормонов, ну, я его называю, там всякие люди живут, конечно. Но там везде ощущается вот именно вот такое, как бы, как сказать, присутствие такое вот мормонское, да, 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 вот реально. Там, в отличие от других штатов, там, значит, там никакой вы не увидите, вы можете проехать, говорит, штат, но там не увидите никакой рекламы, там, алкоголя, значит, ничего вообще. И ни в одном магазине вы не увидите на прилавках, там, ни алкоголя, ни сигарет, ничего. То есть, ну, оно все продается, но продается особо. Нужно искать это место, как бы, значит, нужно специально знать это место, эти места. Вот, а так вот обычный гражданин, как бы, с этим не соприкасается вообще ни с чем. Вот, значит, и очень такие строгие правила, такие буританские, такие правила в этом штате, значит, До сих пор, Юта считается одним из таких штатов, очень таких ортодоксальных штатов, потому что там большая часть населения, они придерживаются мормонизма, мормоны. Это одно из направлений христианства, но у них есть свои особенности, которые очень резко выделяют из среды других христиан. Хотя их можно и протестантами назвать, но и не совсем так, конечно, они как самостоятельное течение уже такое существующее. Не только в Юте они есть, конечно, и в других штатах есть тоже, и в России, и в Украине, там много очень уже мормонов. Одна из самых таких, из всех христианских существующих течений, одно из самых быстро растущих считается в мире вообще мормонов движение. Вот, значит, и там большие храмы прекрасные, значит, там все у них там, ну, хор мормонский, он один из лучших считается вообще, не только в США, но и на планете один из лучших хоров. Вот, значит, ну, то есть у них много достижений таких хороших, но о христе они проповедуют, да, это замечательно, но у них есть свои особенности такие вот, которые их выделяют очень сильно. И вот, значит, крестящиеся для мертвых, они берут буквально этот текст, вот, и у них есть обряд вот крещения мертвых, будем так говорить. То есть, допустим, придя к вере, к примеру, во Христа, да, я могу искать всех своих умерших там, допустим, имена, вспоминать умерших своих предков, своих родственников, составить эти списки, бабушек, прабабушек, прадедушек, пра-пра-пра, вот сколько я могу узнать, допустим. Вот, в архивах посидеть, где-то там, какие-то книги достать, допустим, дословную свою, вот, выкопать. И вот, и за всех этих вот умерших людей, за весь свой род, за все эти имена я могу принять вот христианство, могу принять крещение для умерших. Значит, само отношение к окрещению у них, соответственно, оно, ну, в других некоторых христианских церквях тоже есть такое отношение, но у них оно ярко выражено, как крещение, как именно спасительный обряд, спасительное таинство. То есть, вот в чем дело, то есть, они понимают буквально, что, вот, слова Иисуса, да, в некоторых церквях тоже буквально понимают, в протестантских тоже, вот, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот, значит, и вот они буквально понимают, что для спасения, ну, кроме веры, нужно именно крещение, обряд крещения пройти, вот, что без этого нет спасения. Вот, у них, как бы, это очень четко, доктрина звучит. В некоторых течении баптизма есть такое, в некоторых течении, там, других конфессий разных, есть подобное учение. Я, сомнений, не держусь таких учений, радикальных таких вот. Вот, потому что, вообще-то, кстати, если по совести это, то, вот, на современном греческом языке, да, баптизу, а там слово баптизу стоит в оригинале, значит, то означает именно, вот, окунание, погружение. Но, в современном греческом языке, баптизу, да, значит, оно означает погружение временное. То есть, тут же человека поднимают из воды, допустим, да, значит, там, или предмет какой-то, баптизу, окунание. Но, дело в том, что, значит, когда возникали вот эти протестантские разные течения, старый греческий язык уже позабыли люди, кое, вот, о наречии это, на котором писался Новый Завет. Но, уже в более просвещенную эпоху, уже 18-19 век, когда вот это наречие стали изучать подробно христианские проповедники, то многие удивились, конечно, что в старом греческом баптизу означало иное совершенно. То есть, не просто окунание, погружение, а означало погружение и там остаться, и пребывать там. То есть, значит, и баптизу, вот, потом стали исследовать эту тему, значит, и, в общем-то, еще больше сегодня мы имеем подтверждений. Допустим, баптизу во времена Нового Завета и еще там столетия какие-то после того, пока это наречие было живым, и еще за 300 лет до нашей эры еще, до Рождества Христа, это слово баптизу уже использовалось в античной литературе, эргенской литературе, и оно для описания, чаще всего для описания соленья огурцов использовалось. Да, да, и еще второй вариант, это прокраска тканей, все. Вот, значит, вот, и все, то есть, слово такое было недуховное, как бы оно, как бы оно не было в богословских там дебатах каких-то, философии, и не использовалось абсолютно. Баптизу, значит, и вот самое интересное, малосол, да, вот, греки не называли баптизу, а баптизу называли только лишь те огурцы, которые прошли полностью просолку, имели соль не просто на шкурке, а в себе уже имели соль, внутри себя имели соль. Вот, значит, и поэтому слова Иисуса, значит, да, вот именно, да, если как говорить, что Иисус имел в виду, то можно, значит, уже современному читателю так понять, разъяснить, как бы, что кто уверует в Меня, погрузится в Меня и пропитается Мною, будет спасен. Вот, а кто не уверует, тот, ну, так и погибнет на грядке мира сего, как бы, вот, значит... А во Христа, как бы, облекаешься, то есть, что вот не просто, да, какое-то... Да. Будет именно обличение во Христа идет, как сказать, символика какая-то... Да, вот, дело в том, что... Да, да, божье, да. То есть, задача именно погрузиться и, вот, попросолиться. Дело в том, что, вот, само магическое отношение к таинству, к сожалению, вот у мормонителя оно есть, и, как бы, и у других, некоторых протестантских течениях оно есть. И в православии, в католицизме, к сожалению, очень тоже ярко выражено, особенно в православии, в которых сейчас не так уже ярко выражено. Вот, вот, такое, как бы, понимание. Ну, таинство же существует, да, такое? Таинство есть, да, но таинство, значит, по сути, вся наша жизнь таинство. Я имею в виду, ну, так же, как мы, причастие, еще не может тоже быть таинство. Ну, да, тоже, да, тоже. Вот, насчет причастия тоже есть разные. Вот, хотелось бы, вообще, на что-то услышать. Потому что, да, значит, тоже. Ну, ладно. Значит, кстати, в древности тоже, значит, вот, таинство, крещение тоже такие были, понимание, крещение для мертвых, допустим. Значит, вот, те знаменитые, арианские были такие епископы, учителя из Африки, которые, вот, тоже верили, вот, в возможность крещения для мертвых, буквальное крещение для мертвых. И, вот, царь Константин, император Константин, который, там, как раз, начал закабаление христианства, значит, под государство поставить его. Так вот, значит, и сам Константин, он, значит, верил, получается, ну, придворные епископы были и служители были христианские у него. В основном, арианского направления всегда. Это последние годы жизни только арианские были у него, служители возле него, то есть, значит, не было других христианских течений, он не воспринимал их. Вот, значит, и поэтому арианское понимание у него было, значит, именно, вот, как бы, святости крещения, как такового, которое омывает полностью грехов. Он считал, что, значит, вот, именно, когда человек, он, вот, крестится, то все грехи его омываются. И вот, значит, поэтому, ну, даже, как бы, значит, есть такое, и не раз, и не два, как бы, он в течение, там, жизни своей упоминал, что, вот, значит, ему предлагали принять христианство, но он все отсрачивал и говорил, что, вот, ну, когда будет время, я, может, даже буду в Израиле, в Иордане, в том месте, где Христос принял крещение, вот, я, как бы, тоже приму однажды крещение. Но он так и не принял крещение, то есть он даже формально так и не принял христианство до конца своей жизни, хотя, вот, у него была возможность еще, он болел тяжело, и вот за три или четыре дня, там, до смерти, он пришел в себя, вот, последний раз, получается, да, ждали, конечно, что он завещание оставит, вот, но он до последнего все-таки верил, что он все-таки поправится. Вот, значит, и последнее его волеизъявление ждали, что он скажет по поводу религии, допустим. Арианские епископы, которые были возле него, они надеялись, что он примет все-таки христианство, вот, но последним его волеизъявлением было принести жертвы Митре и Зевсу, кровавые жертвопоношения, вот, значит, и в его присутствии, он верховный понтифик этих богов, до последнего дня он оставался таковым, верховный жрешен. Значит, и в его присутствии, уже умирающего, этого Константина, ну, в храме держали, значит, и он, значит, ну, как при нем, в его присутствии принесли жертвы этим богам, но это не помогло ему. А какие жертвы? Ну, кровавые жертвы обычно, вот, какие приносились животные, в общем-то, как вот и ветхом забытии... Не человечество? Не-не-не-не-не-не-не. Ну, а что там запросы? Сколько на арене любили? Не, римляне в этом плане нет, они не практиковали. Хотя, ну, есть такие мнения, что там, вот, кровь там использовали детей, в частности, вот, кровавые ванны и римские заницы. Ну, как бы, опять-таки, это, ну, точно неизвестно, короче, это предположение. Ну, официально в культе каннибализм был запрещен и приношение людей в жертвы было запрещено в Римском империи, то есть, как бы, значит, именно ритуально было запрещено. Вот, это считалось противозаконным действием. Поэтому, если это и было, то это было, ну, незаконным каким-то таким действием. Вот так вот. Значит, да, и вот, все-таки Рим, он был, ну, относительно, как бы, ну, цивилизован. Да, ну, факт то, что он скончался. Но самое интересное началось после его смерти. Когда он умер, вот, Сенат его провозгласил очередным богом Римской империи, значит, и, в общем-то, ему приносили даже жертвы какие-то годы еще после его смерти некоторые. Вот, а уже в средневековье, ранее средневековье, его объявили святым, канонизировали на основании чего? На основании того, что после его смерти, ну, без него его крестили, будем так говорить. Арианские епископы, используя вот свое понимание, крестящееся для мертвых, его крестили после смерти уже, как бы. То есть, не касаясь его тела, ничего, просто заочное крещение, заочное крещение совершили. Других вариантов нету, потому что, значит, именно арианские епископы объявили его христианином, крещеным уже после смерти. Хотя он сам, значит, так и не принимал крещение. И его последнее воле изъявление, да, «Добрый вечер», никак не касалось, там, значит, обряда крещения, вот так вот. Вот, и, то есть, христианство тоже разное есть. И были раньше учения разные, и сейчас встречаются такие странные учения. Вот, но вообще, значит, по поводу, вот, ну, большинство христианских церквей, ну, как бы, это местописание буквально не воспринимают. Вот, и, значит, и большинство толкователей христианских, вот, и православных, и протестантских, и католических считают, что здесь Павел просто цитирует, ну, не цитирует, а просто внимание обращает на обряд, который был всем знаком, как бы, в ту эпоху, в языческих религиях его знали, вот, и, как бы, и он, как бы, вот, к своей аудитории обращаясь говорит, что, а иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвы не воскрешают, значит, то есть, как бы, что, как вот его цитата, допустим, как некоторые из ваших стихотворцев, там, говорили, там, мы его ирод, хотя эта цитата была из этих пророчеств, этих языческих, этих богов, значит, как бы, да, значит, но это была стихотворная форма, в стихотворной форме было известно, ну, как бы, ну, как, допустим, сейчас руссказичным сказать вот, вот, что крестовутворящее дело, да, значит, Это уже цитата из фильма, все знают, какого фильма, да? Иван Васильевич Менепаркесов, допустим, да. Это уже цитата, он использовал, Павел порой, или какие-то там другие еще есть ссылочки, которые в его мире, в его окружении, как бы, ну, большинство публики было известно хорошо. Вот, но он это использовал для, ну, как бы, вот, подтверждения, ну, уже, ну, как бы, учения христианского, как бы, что насчет, чтобы люди, ну, действительно понимали, что воскрешение мертвых, воскресение мертвых, это реальность, которые, ну, даже, и если там, и не христиане, то все равно как-то верили в это, понимали как-то это по-своему, пусть, вот, надеялись на это, по крайней мере. То есть, они, ну, экземетикой не увлекаются, да, получается? Явно, явно. Ну, проблема мармонизма, наверное, еще не только мармонизма, вообще многих течений еще других, в чем, что, значит, дело в том, что, вот, есть понимание, что, вот, есть, как бы, наша организация, есть учителя наши, которым, вот, вот, свыше дано правильно объяснять все, а все остальное, как бы, нас не касается. То есть, расчет на то, что человек, он вслепую примет, полагаясь на авторитет организации, своей структуры, вот, все как есть. Не исследуют. Ну, да, уже элементы, элементы сектанства, да, к сожалению, да, вот, они наблюдаются. И, допустим, то же самое, там, книга мармона, там, значит, там, содержит, там, рассказы о, как бы, до, как бы, колониальной еще Америке, вот, значит, и не археология, ну, и археология, история, ну, никак не подтвердила ничего из того, что, значит, там было провозглашено, записано, во что верят. То есть, это, опять-таки, как бы, довольно очень такие странные источники. Да, ну, так вот, ну, оно, оно везде, в принципе, в разных религиях есть подобное, там, допустим, у сектанства часто, вот, вот, назначается дата конца света определенная. Вот, будет такого-то. Маттоно тоже несколько разных начальников. Ну, в разных религиях оно встречается и в разных секторах. Джонус, да, по-протому. Да, вот, тоже была вера такая, да, значит, на американском континенте была вера, что вот именно вот такого-то года будет, там, точно конец света будет, все. Уже этот год пройдет, да? Да, давно уж. Вдруг можно пройдет. И православие тоже, наверное, обошлось, очень серьезно. Очень серьезно. Православие тоже назначали? Конечно, да, назначали. Ну, католики по этому поводу даже с православными ругались, значит, указывая, что ни дня, ни часа того мы не знаем, значит, да, значит, ну, православные в долгу не оставались и указывали католикам, ну, да, мы не говорим о дне и часе, мы только год знаем пришествие Христа, а день и час мы не знаем. Это только лишь Господь знает. Вот, значит, и, в общем-то, когда на Русь пришло христианство в 10 веке, 988 год, то пришли книги византийские, все богослужебные к нам, а в этих книгах было обозначено, что света представления, конец света будет, или конец лет, всех, конец мира, там по-разному писалось, будет в лето Господне 1492, значит, будет конец света. То есть, значит, да, как бы вот, получается, в 10 веке это оказалось еще, ой, ой, времени, еще уйма у нас впереди. Проходили столетия, да, эпохи, значит, менялись, значит, и вот, да, пришло время конца света, и на Руси же даже голод был, значит, потому что люди вот реально верили, ну, общенациональное было ожидание конца света, и поэтому подъели все запасы, семена, значит, и никто не сажал ничего, потому что все знали, что точно, ну, как бы, 30 год, он будет последним годом. Вот, и разбойные люди умножились, написано было тут, потому что, значит, многие решили под конец света просто покутить, зачем работать, бурака валять, значит, просто бомбалитизмом заниматься. А с другой стороны, и монастыри умножились, потому что, значит, многие люди решили вот так вот, уже под конец жизни, как бы, значит, конец света, Господь придет скоро уже, значит, вот, значит, надо в монастырь, как бы, значит, грехи замаливать, поэтому такой бум начался такой невероятный, значит, монастырский в это время, вот, и, значит, и, тем более, было столько совпадений, на этом не поверите, вот, допустим, Константинополь пал как раз, накануне ведь пал, всех таких событий, то есть, получается, что, а ведь на Руси восприняли как знамение свыше, все, пал Второй Рим, все, пал Новый Рим, значит, это, как бы, это снял, что, допустим, для евреев храм в Иерусалиме, да, или для мусульман там Мека Медина, представьте, вдруг объявят по всему исламскому миру, что Мека пала, больше нет Мекки, все, как, это же, представляете, значит, это будет, ну, просто кризис такой планетарный, миллиард людей будут вову сорвать на себя на голове, значит, как же так, это святыня Каба, там, значит, там, это камень, который, значит, ну, все почитают, там, значит, и, значит, кто путешествовал хотя бы раз в жизни, хадж совершил, он уже, хаджа уже, он уже, как бы, исполнил один из толков ислама, понимаете, значит, это же не шутки, вот, значит, и если лишить этого, то, как бы, значит, все, а для православия, или для католиков, допустим, это вот собор Петра, Ватикан, допустим, да, Ватикан для католика, это святое, вот, а для православия таким центром всегда был вот этот храм Святой Софии и город Константинополь, царь-граф, вот, значит, поэтому, как бы, понимаете, значит, считали, что это, как бы, твердыня, непоколебимая такая, и когда, значит, султан Макомед, значит, захватил, значит, да, значит, этот город и в мечеть превратили, этот огромный собор, собор был чудом света в то время, в те времена этот собор был, и всех религиозных построек, какие были до того, он считался, ну, как бы, непревзойденном. Это какой год разрушили его? Его не разрушили, заплатили его, заплатили, и потом... Переделали, да? Да, 1453, по-моему, или 50, то есть, это незадолго до вот этого предполагаемого конца света, незадолго буквально, потому что конец света на 92-й год был назначен, значит, и уже все совпало, буквально совпало, и плюс еще там много всего остального, то есть, все, конец света. А, кстати... Может, мы уже в тысячелетнем царстве живем? Так, и сами не знаем, да? Вот так вот, да, ну да. А есть такая тема, что мы живем сейчас в тысячелетнем царстве. Ну, да. Я слышал такое учение, и оно уже идет, вот сейчас, в данный момент, в библейском языке. Кстати, еще интересный момент, именно в 92-м году, в 1492-м году, Колумб открывает Америку, новый свет открывает. Да, значит, и, кстати, у меня такое тоже предположение, возможно... 1492-м, именно в этом году Колумб открывает Америку, да. И у меня такое предположение, что, возможно, пророчество в Древней Византии было, но, как бывает, что слышали звон, но не знаю, где он. Может, не о конце старого света, а о начале нового света, об открытии нового света. Значит, и, как бы, потому что слишком много для совпадения, просто. Вот, слишком много, чтобы это просто было совпадение. Вот, но на Руси это ожидали очень серьезно. Значит, и вот даже начался голод после этого. Вот, и, значит, и был кризис серьезный. Вот, надо было искать виноватых. Виноватых нашли, как всегда, евреев. Вот, началась инквизиция у нас, сжигали евреев и жидовствующих по этому поводу. Вот, и, кстати, именно, значит, сжигали тех, кто как раз говорил, что конца света не будет именно. Вот, да, значит, по еврейскому календарю, значит, вот так вот. Вот так оказалось, как всегда. Вот такая история. То есть, ну, после того, кстати, когда вот прошел 92-й год, значит, то, значит, был такой поп-агафон новгородский. У него возникло такое, как бы, предположение, что ошибка произошла на 70 лет. И он просчитал Пасхалью вперед на 70 лет. Но его уже никто не слушал уже. Потому что, значит, люди уже так обожглись на этом всем. Представляете, сколько столетий ждали конца света, а он не наступил. Вот, значит, поэтому репрессии начались, чтобы еще народ запугать, чтобы оставить, ну, в лоне православия, как бы, чтобы, ну, репрессиями такими в Москве горели, на Красной площади костры, на дыбах люди умирали, значит, там, значит, массовые репрессии начались тогда. Вот, опять-таки, вот, ну, казнили, как раз, тех, и христиан тоже, и христиан тех казнили, которые, как раз, как считалось, наслушались еврейской пропагандой, жидовствующие. Которые как раз единственные, кто сеял и сажал, значит, не веря вот в этот конец света. Их считали сектантами, отщепенцами, раскольниками, а потом оказалось, что они, как раз, и правы, собственно. Да, кстати, накануне в Москве даже собор был. В 90-м году в Москве собирался собор, вот, значит, за два года, до предлагаемого конца света. Вот, значит, и еретиков всех отлучили до пришествия Иисуса Христа, то есть на два года отлучили. До пришествия Иисуса Христа, значит, что через два года знали, что будет конец света, поэтому решили никого там не репрессировать, а Господь придет и накажет, так что мало не покажется. Вот поэтому на два года отлучили их от церкви. Значит, но через два года выяснилось, что, значит, Господь не пришел, значит, надо что-то с эритиками делать. Дальше, как бы уже самим что-то надо предпринимать, и вот началась инквизиция тогда. То есть их начали убивать? Убивать массово. И евреев, и христиан, которых обвиняли в ересе жидовствующие, так называемые. А почему так? Ждут. А что случилось? Ну, потому что ждут. Пришествие Христов, по-жиду жиды. И евреи, вы как-то не ждали для этого? Созвучно. Не, не, не. Нет, мы их так называем, откуда термин сам пошел. Связано так. То есть евреи всегда в чем-то наставили виноватами? Ну да. Да. Да, вот кто подошел попозже, значит, поясняет, почему у нас здесь шесть свечей сегодня горят. Да, шесть свечей зажгли, значит, в память о шести миллионах евреев, которые во время Второй мировой войны, значит, погибли от двух фашистов и их пособников. Значит, сегодня как раз такой день, значит, в Израиле и в России не так же. Но особенно, конечно, он проходит в Израиле, это день. Очень так серьезно. День памяти жертв Холоккоста, Шоада, значит, и героизма еврейского народа. Вот, 27 число наступило уже сегодня вечером, 27-й Ниссана. Вот, месяц Ниссан заканчивается уже. Это воскресенье будет уже последний день, 30-й Ниссана будет. Вот, и, в общем-то, месяц Пасхи, но он ознаменован также в Израиле и вот поминанием вот жертв Холокоста и Шоа. А почему еще? Потому что восстание Варшавского гетто как раз было вот в эти дни, вот, именно как раз в Дни Пасхи, значит, в Ниссане. Вот, ну и я как раз вот тоже решил немного рассказать об этих разных и поминальных, историях, поминальных вещах, там, и как бы правильных, неправильных, вот, ну, мы дошли даже до конца света. Приветствую. Можно, можно? Даже до конца света. Пока отсюда, пока что вы не увидели, запретим, вопрос от пивания, сорока уст. А, вот, да. И то, что это молитва замерзла? Да. Это что же есть? В той же цели, вспоминаю о тех, кто умер, вот эти молитвы. Да. Что это, откуда корни, что это вообще? Да, свечи, откуда корни, что это вообще? Ну, допустим, заверите свечи просто как поминальные, вот одно. Но, понимаете ли... Это что, молятся еще? То есть, это грехи или что? Да, это и дело, да. Есть понимание такое, к сожалению, такое, но и языческое понимание неправильное, что свеча это как бы жертва Богу, как бы, значит, там, чтобы умершим было святлее, там, на небесах, там, или там, или в аду, там, допустим, или что-то еще. Ну, это уже все верные такие представления совершенно. Вот. В христианстве не было молитв за покойных... Кстати, в иудаизме современном, ну, еще с раннего средневековья, в иудаизме появились молитвы поминальные, молитвы воспоминания отца, матери, значит, воинов, значит, там, и вообще умерших, грабедников. Вот. Так вот, эта традиция в средние века пришла в иудаизм, значит, но она изначально не еврейская. Изначально она не была знакома во времена храма евреям, первого, второго храма, а уже после падения второго храма, в момент рассеяния, вот, и, возможно, не без участия, как раз не без влияния христианства. Вот. Как раз вот именно все это произошло в иудаизме тоже. Вот. А, значит, а в христианстве, да, значит, это пришло, вот, четвертый тот самый век, вот, Константин Великий, вот, после него вскоре появились такие учения. Почему они появились? Был политический заказ вообще на смешание христианства с язычеством. Со времен Константина и его потом детей и преемников действительно сильным века сего хотелось, да и простому населению тоже хотелось, вот, видеть в христианстве, раз оно государственное стало, религией государственной, хотелось видеть элементы, вот, традиционных таких народных верований, языческих таких религий, которые были знакомы всем в Риме, вот, и не только в Риме. Потому что Рим, он аккумулировал религии, ну, всей Евразии, будем так говорить. Вот, культ Митры, допустим, это привнесенный культ с Востока, который был, ну, как бы, импортный такой, да, значит, такой бог, как бы, и культ, который прижился и оброс еще своими, там, разными суевериями. Вот, и, значит, те религии в Римской империи вообще, были религии католические, их называли вселенские, всеобщие, то есть это обязательное для всех, как бы, да, свободных римских граждан. Были религии терпимые, к которым терпимо относились, но их не поощряли, то есть, как бы, можно было веровать, это на твой вкус. А были религии запрещенные, изуверские всякие религии, сатанизм откровенный был запрещен, значит, включающий, там, и приношение жертв людей, вот, было запрещено. И к этим же, к разряду вот этих культов, и также, где под видом религии, там, политические заговоры всякие плели, там, культ Изиды был одно время запрещен тоже. И там даже был случай, был случай, что, значит, там, около 3000 человек спалили на кострах, значит, участников этого культа Изиды, потому что сошли это политическим заговором переворота. То есть, ну, было такое у них представление. То есть, вот такие религии были запрещены, и вот к запретным религиям первых 300 лет христианство чаще всего относилось тоже. Было список запретных религий. Иногда христианство попадало, при некоторых правителях, таких более таких, гуманных, христианство попадало в разряд терпимых религий. То есть, которым позволяли даже в столице иметь даже свою недвижимость, допустим, открыто собираться на богослужение. Допустим, был такой Александр Север, император, он даже позволил храм построить, христианскую церковь, здание, значит, прямо, ну, в самой столице, в Риме непосредственно. Но это было редким исключением. Но чаще всего было гонимое христианство. Вот, а при Константине христианство сразу перешло, ну, высшую лигу, будем так говорить, ВИП такой был. Их называли католическими религиями. И поэтому христианство стало называться католическим, то есть, всеобщей, универсальной религией. Значит, а уже при преемниках Константина, при его детях и его последователях, оно стало христианство вообще единственной католической религии. Все остальные были запрещены, попали в разряд терпимых, а потом и запретных религий. Вот, значит, допустим, Митроизм, Кульдзевса, Митры, там, прочих этих божеств, значит, они попали в разряд в четвертом веке. Ну, я к чему это рассказываю? Потому что большинство населения империи, они стали христианами. Хочешь, не хочешь, а надо было быть христианином. Потому что по законам тогдашним, в четвертом веке уже, если ты не христианин, да, то ты платишь больше налогов, тебе не дают развиваться в бизнесе. Ты не можешь владеть, там, достаточным количеством недвижимости, там, очень ограниченно. Землями не можешь владеть, значит, там, и много-много всего, что нельзя. Хотя, то есть, любой нормальный гражданин свободный, он был заинтересован принять христианство. Потому что иначе он будет, ну, очень ущемлен во всех правах. Или же все время плати всем, и плюс еще чиновникам взятки продавали постоянно. Потому что коррупция разъедала Римскую империю очень серьезно в то время. Значит, и евреи откупались, конечно, постоянно откупались, но даже и откупные порой не работали. Потому что иногда власти прибегали к таким, ну, жестоким насилиям над еврейским населением, невзирая на взятки даже. Вот, значит, вот такие были времена страшные. То есть, из христианства создавалось, ну, просто монстр создавался какой-то. Потому что это не то христианство, которое Иисуса Христа христианство. Это не христианство апостолов, это не христианство евангельское, библейское. Это христианство создавалось как государственная религия. Вот именно тогда, вот все вот эти традиции языческие, они стали перекочевывать в христианство. И вот благодаря этому заказу политическому, да, вот на смешание с язычеством, это все стало, ну, очень быстро происходить. И вот, допустим, считается, что вот монашество, оно же пришло из гностицизма в то время. Вот, значит, просто эти школы гностицизма, они стали называться уже христианскими. Потому что им хочешь, не хочешь, надо было быть уже с вывеской христианства существовать. Иначе школу закроют элементарно, и ты не сможешь не преподавать, и ты не сможешь обучать, и прочее, прочее, прочее. Поэтому африканские школы гностицизма, колдовства, оккультизма, они стали называться уже, как бы, ну, под вывеской христианства. Конечно-то, ну, до маразма доходило, значит, но я представляю, если школа, оккультная школа, под вывеской уже христианства. Ну, ладно, значит, и вот из этих школ гностицизма, по сути, первые монахи и вышли, собственно. Вот поэтому, когда вот читаешь, значит, Добродолюбие, допустим, да, Отцов Добродолюбия, вот, 4-5-е столетия, у них есть много хороших высказываний, очень-очень интересных и хороших, глубоких таких духовных высказываний. Но, с другой стороны, они, эти Отцы Добродолюбия, они смешивают и все это с язычеством, спиритизмом, откровенно спиритизмом, общением с умершими. Потому что гностицизм, вот, считал как раз противно Библии все, чаще всего. Допустим, вот, в Библии запрещается, да, вот, значит, общение с умершими, а у гностиков это считалось как раз наоборот, положительный духовный опыт, как бы, хороший духовный опыт. В Библии, допустим, ну, вообще говорится, что Бог создал весь мир, да, он, значит, видимый, невидимый, а у гностиков, как правило, считалось, что, как бы, духовный мир Бог создал, а вот все остальное, как бы, значит, там, материальное, оно, как бы, и не Богом было создано. Ну, в зависимости от школы, разные были мнения, или бесы создали, или дьявол, или, значит, там, или боги низших ионов, они говорили, то есть, ну, более такие, мелкого пошива, башки какие-то, вот, значит, но, и, соответственно, семейная жизнь, да, значит, деторождение, вот, в Библии это поощряется и благоставляется, а у них это считалось следствием, значит, все, ну, это нехорошим делом уже, греховным изначально, поэтому и дьявол, гностики видели всегда монашество, одиночество, значит, монашество, вот, и во всем, фактически, противоречили они Библии. Вот, еврейская жизнерадостность, вообще, значит, и жизнелюбие, они считали это порочным явлением вообще, вот, и пропагандировали депрессию, пропагандировали самоумережение плоти, евреи мылись все время, значит, следили за собой, да, гигиена, вот, значит, а у них царила у гностиков антисанитария, то есть, они пропагандировали не мыться годами, не мыться вообще, представляете, значит, да, значит, да, это, ну, страшно, конечно, но, вот, они вот считали в этом подвиг, духовный подвиг в этом считали. Это и сейчас тоже, насколько я знаю, монашество еще не может. А вот монашество, откуда взяло эту идею, вот, да, вот, кто бы думал бы, откуда взяло монашество идею, допустим, не мыться годами, вот, значит, именно из гностиков. Это, 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 это африканская, Африка, в основном, не только Африка, конечно, это и на востоке, на западе было, но Африка, вот, именно Египет был колыбелью, как бы, вот, считается, гностицизмом. Интересно, как с Африки, как с Африки, как с Африки, все-таки, в нашей... А может, было империей, африканские провинции были одной из провинций всего Рима, и благодаря этому, вот, все, что там творилось, оно, как бы, стало достоянием всего Рима. Хотя, изначально, монашество изначально было только лишь в Африке и потом на востоке, а на запад оно пришло, хотя тогда же, вот, в четвертом веке, считается, был такой блаженный иероним. Вот, он, считается, стал первым монахом западным, именно, вот, он приехал на восток специально поинтересоваться, вот, духовным опытом, вот, уже тамошних отцов, набрался там опыта, не мылся, там, значит, там, годами, вот, значит, оброс весь, там, ногти были, там, как бы, как у дракона, значит, да, значит, и вот, и он в таком виде, да, он пришел в таком виде в Рим, когда, то там, летописцы пишут, что в Риме самый последний нищий был, последний с ним был богачом, потому что он был нищий из нищих, был, и, значит, бомж из бомжей, значит, но самое интересное, в Риме нашлись почитатели его, то есть, некоторые римляне, даже знатные, увидели в нем, как бы, вот, знак, вот, ну, как бы, такого, какого-то, да, вот, такого, вот, он, он, как бы, не от мира всего, там, он, вообще, он такой, была такая одна богатая римлянка, Близилла звали ее, вот, значит, она даже стала, как бы, вот, ну, его ученицей, как бы, последовательницей стала, ну, вот, она так и умерла от дистрофии, значит, ну, просто, ну, как бы, как назвать это, то есть, себя довела до такого состояния, что уже не могли спасти врачей, она, вот, умерла от истощения, вот, и только после смерти Близиллы, римляне, наконец-то, поняли, что это учение, просто, о самоубийстве, которым пропагандировал, только не быстрое, а медленное, у него идея была самовыщение плоти, значит, постепенное самоубийство, растянутые на годы самоубийство, вот, значит, и как, и идеал, как бы, вот, значит, подчинение духу, как бы, духу, духовной жизни, вот, значит, и только после смерти Близиллы, римляне поняли, что, значит, его учение, оно просто-напросто приносит смерть, действительно, людям, вот, значит, его изгнали из Рима, вот, но, когда он ушел из Рима, нашлись у него последователи, в Италии же нашлись последователи, которые поселились возле него и стали, вот, практиковать подобное, вот, ну, безумие, просто, самоубийство, самоубийство, да, это дух самоубийства, по сути, такой, вот, такой медленный, как бы, ну, серьезно, да, по поводу Ильяна Претеча, он, что-то, он, тоже, в принципе, такой аскетический образ жизни живет, да, ну, да, началось не оттуда, но, пример, кстати, очень похожий, да, на самом деле, Иоанн, он, да, вел себя, вот, аскетично очень, вот, реально аскетично, да, очень нетипично, на самом деле, кстати, Иоанна считают даже, вот, представителем одной из сект иудаизма тогдашнего, которую Иисус не обличал, это Иесеи, вот, те самые знаменитые Иесеи, и, скорее всего, Иисус был с ними, с Иесеями заодно во многом, вот, он их не обличал ни в одной из своих бесед, наоборот, даже во многих, вот, своих поступках, там, да, вот, значит, и словах, он был очень близок к Иесеям, к их мнениям вообще, учениям, и, скорее всего, Иоанн, вот, по крайней мере, археологи нашли некоторые, там, по крупицам сведения, вот, значит, из некоторых, там, сочинений, как бы, посланий иесейских, и там было об Иоанне, предположительно, что, скорее всего, идет речь именно о том самом Иоанне-крестителе, который жил в пустынях, вот, значит, и питался там акридами и диким медом, вот, но, опять-таки, знаете ли, это отдельный пророк, отдельный пророк, я не знаю, знаете, вот, если бы он, допустим, Иоанн, пошел бы, вот, по пути монашества, вот, того же Иеронима, допустим, да, тех же, там, других, то это было бы заблуждение очень серьезное, вот, поэтому, если человек, он хочет избирать такой путь какой-то, да, вот, только это особенное Божье поручение какое-то, какое-то особенное Божье какое-то откровение, ему, вот, даже, учителя православных, кстати, об этом даже говорят, учителя, что он, как вот, тот верблюд стал, и одежда его из верблюжьев, да, была шерсть эта, верблюд, он, как бы, он между чистыми и нечистыми животными, у него, значит, и копыта одно, значит, а жвачка другая, значит, получается, он, как бы, такое среднее животное, между теми и теми, вот, и, скорее всего, Иоанн, он тоже был, действительно, таким особенным человеком, уникум между Ветхим и Новым Заветом, одной ногой еще в Ветхом стоял в Завете, да, другой ногой уже в Новом Завете уже, вот, и его миссия была такая вот, уникальна на самом деле, но, если бы Иоанн, допустим, да, как креститель, если бы он своих учеников также бы, вот, по сути, таким же уставом бы обучал бы, тогда да, он был бы тогда начальником, родоначальником монашества, сто процентов тогда бы, но он, слава Богу, так не поступал, вот, и ученики Иоанновы, да, постились, мы знаем, они постились, да, но, значит, вот такого радикализма, вот, монашеского, чтобы там не мыться, или что-то еще там, значит, там делать, это вот, самоумиршление плоти, то есть, аскетизм в еврейском народе был допустим, будем так говорить, да, но не в таких формах, как вот практиковали языческие, вот, те же самые египетские, эти вот монахи, вот, гностики тех времен, или монахи, последующие монахи уже, вот, но тема очень интересная, кстати, да, очень интересная, да, Иисус не обличал, кстати, вот, только лишь две, вот, фракции тогдашнего иудаизма, да, вот, это и есеи, и зелоты, кстати, даже в команде Иисуса были зелоты, но это такие были патриоты, такие вот, как бы, радикалы, воинствующие, да, такие, знаете ли, вот, революционеры, а и есеи более миролюбивые, значит, и они более, вот, именно об исполнении заповедей хоревновали, вот, значит, но и тех, и других нельзя было заподозрить в лицемерии, знаете ли, в приспособленничестве, абсолютно, там никакой выгоды у них не было, вот, то есть, это чаще всего были люди, не то, что чаще всего, так, насколько мы знаем, люди были искренни, вот, люди, наоборот, как бы, шли вот туда не для лицемерия, а все остальные фракции иудаизма Иисус обличал не в, даже, чаще всего не в учениях каких-то, а чаще всего именно в лицемерии обличал, хотя порой и доктрин касался некоторых, но больше всего именно обличал в лицемерии, то есть, больше всего Господь говорил ученикам беречься закваски, да, то есть, учения фарисейского, судокийского и иродово учения, то есть, все, что связано было с лицемерием, фарисейское это чисто религиозное лицемерие, значит, судокийское это религиозно-политическое лицемерие, вот, значит, а иродово закваска это откровенно политическое лицемерие, то есть, как бы, вот этих трех заквасок он, как бы, и предостерегал учеников опасаться, Бояться этого, остерегаться этого. А Иесеев не облегчал, даже наоборот, когда последний Пасха, ученики сказали ему, учитель, где нам приготовить Пасху? Он сказал им, вот вам будет знак, вы придете там в город, вы увидите мужчину, который несет воду. В то время увидеть в городе мужчину, несущего воду, было невозможно. Это как бы в Сочи летом на пляже валенках с лыжами человек, допустим. Это невероятно просто. Потому что это не запрещено Торой, мужчине носить воду, но устные предания и фарисейские, и садзокийские были очень сильны. И предания, которые приравнивали к Торе. И запрет на ношение и выполнение женской работы, существовавшая в то время, он считался равным Торе, равным Божьему слову. И если, допустим, еврей какой-то нес бы воду, его бы все село закляло бы как грешника, отлучили бы эти анагоги, ему бы никто руки не подавал, он был бы как самарянин или грешника. То есть, как бы все, он был бы вне народа Божьего. Вот, понимаете ли? Поэтому даже, если ты был один мужчина, вдовец, допустим, и не было в семье женщины, то тогда соседке должен был приплачивать какой-то, чтобы она носила воду. То есть, даже ночью ты не мог, под покровом ночи, воду носить, потому что иначе тебя осудил бы весь Израиль. Вот, понимаете ли? Да, чистая женская была бы такая. Ну, у нас тоже, в принципе, с коромыслом, да, женщина. Но, как бы, у язычников, я так понимаю, было попроще даже в этом отношении. Хотя, тоже украинская песня есть вот такая. Я сагаля буду, коромыслы гнется, за наиванку, барвинагне, веца, веца. Да, ну, в принципе, да, и в культурах славянских тоже, значит, в основном это было женское дело. Но, как бы, в общем-то, это не было таким религиозным запретом у нас, понимаете ли? А там это было, именно в Израиле, религиозным запретом. Единственная секта, нарушавшая этот запрет демонстративно, это были ессеи. Поэтому их считали сектантами, отчепенцами, вот, значит, и, в общем-то, хотя уважали их за высокоморальный образ жизни. Вот, но считали сектантами, потому что они нарушали порой демонстративно предписания эти, которые не были нарушением торы, божьего слова, но были нарушением слов приравненных устной торы, как сейчас принято выражаться так вот. Вот, значит, и поэтому, если в городе они увидели мужчину, несущего воду, то это был точно сектант. Это сто процентов был и ессеи. Сто процентов. И еще о чем говорит, что они проследили за тем мужчиной, видя точно, да, как Иисус говорит, точно они увидели это знамение. Потом проследили, и потом, значит, хозяина дома, значит, с ним беседовали, и спросили, где нам приготовить Пасху, учитель говорит. И вдруг их ждал второй стресс. Хозяин говорит, а уже все готово. Дом, горница уже устлана. Как? Весь Израиль только собирается, еще только приготовляться, а здесь уже все устлана. Понимаете ли, это еще одно знамение, что это была есейская конспиративная квартира, потому что ессеи, они раньше, чем весь Израиль, совершали эту Пасху. Они, потому что считали себя детьми света, а весь остальной Израиль детьми тьмы уже считали, отступниками. Поэтому собирали раньше, и устилали все, приготовляли раньше, заколали раньше. Значит, будучи протестантами своего рода, протестурию против тогдашнего отступничества, они считали, иудаизма, который был под властью Рима. Первосвященников назначал римское правительство, правители, значит, процветала коррупция, казнократство, значит, и вот то, что Иисус там прольмал миновщиков, там, монет, там, значит, опрокинул столы, вот это чисто есейская стучка. Потому что они считали, как бы, одной из доктрин, почему храм осквернем, потому что купли-продажи, потому что жертвы продаются при храме, значит, потому что все превратили в бизнес, и ессеи в этом обличали как раз храм. И считали, что все евреи, которые посещают уже отступнический храм, они считали, храм уже пустой. То есть, слова Иисуса тоже, вот, можно понять, и как и есейские вот эти слова, оставляется дом ваш пустым. Значит, они считали, но и ессеи считали еще раньше, что храм уже опустел уже. То есть, как бы, потому что, значит, не стало, вот это благочестие, будем договорить. То есть, они считали, что раз священники уже аморальны, ведут греховный образ жизни, значит, отступники... Кстати, даже в Талмуде есть косвенное подтверждение этому. В Талмуде даже. В разделе Йома, где говорится о жертвоприношениях на Йом Хакипу Рим, День Искупления, там говорится, что там три раза по сорок рассказывается о сорока годах. Первых сорок лет, там написано, при некоем Шимоне Цатике, праведник Симон был такой, скорее всего, это тот самый, скорее всего, предложение мое такое, который Иисус сюда взял на руки, благословил, значит, что видели в глаза мои спасение твое. Вот, значит, слишком много для совпадения просто вот в этой истории. Вот сорок лет, при этом Шимоне Цатике, в Иерусалиме, на Йом Хакипур жертва Всевышним Богом принималась. И священники, они видели это воочию. То есть было несколько знамений. Самое великое знамение для священников было какое? Кто знает, не знает. Во время второго храма был такой обряд, во времена второго храма, значит, обряд, который в Талмуде описывается. И у некоторых еще цатиков дальше описывается, значит, которые ссылаются, опять-таки, на Талмуды. Значит, так вот, обряд такой, когда на Йом Хакипур резалась жертва, козленок, ритуально обескравливался, да, то, значит, его кровью, перед тем, как входил в Кадош Кадашем, священник Кадош, святой, потом святой и святый заходил, перед тем, значит, этой кровью пропитывались белоснежные лоскуты ткани, нити и ткани белоснежные, и привешивались в храме. И, значит, священники наблюдали за этими лоскутами. Они вот брали за основу этого обряда из Исаии, пророка, да, слова, если грехи ваши будут, как пропитанные кровью тряпка, в буквальном тексте еврейском, как говорится, я выбили, сделаю белоснежную ее. И они брали за основу этот текст, и буквально, объясняя его, понимая его, значит, вот в этом обряде практиковали, наблюдали, если лоскуты во время этого празднества, они становятся белоснежными, то священники констатировали факт, что Всевышний Бог принял жертву народа. Вот, значит, если, кстати, в школе Шамая объясняли еще это откровением, что священники это сделали по откровению, свыше, как бы, такой обряд. Значит, но школа Гелеля этому не учила. Ну, так вот, и, значит, и, если оставалось кровавым лоскуты эти, то священники говорили, Бог не принял жертву народа. И вот по поводу лоскутов, этих, пропитанных кровью, говорится, в 40 лет они принимались, эти жертвы, лоскуты становились белоснежными, потом 40 лет было неопределенности, временами да, временами нет. Там, значит, там тоже есть такое объяснение, что через год вот такое происходило. Значит, но написано дальше, последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, никогда Всевышний Бог не принимал жертву своего народа на емкий бур. Лоскуты оставались кровавыми. Это, кстати, косвенное подтверждение правдивости, личности Иисуса, как Христа, Иешуа, как Машеха. Потому что храм был разрушен в 70-м году нашей эры, отнимаем 40 лет, получается 30-й год нашей эры. Как раз время страданий Машеха, время страданий Мессии. Потому что его, если брать исторического Иисуса, он родился на 3, чуть больше года раньше, чем это принято считать. И поэтому страдания его, ну, это связано с переписи Кесария Августа, которая была там 4-й.